Добрый вечер, господин Шико, и приятного аппетита. Спасибо за двойное пожелание, мэтр Клод. Как только закончу с первым, сразу приступлю ко второму. Ну что, малыш мой, посмотрите, в каком он состоянии. Решительно вы ни в чем себе не отказываете, друг мой. Мне казалось, вам более подобает сидеть на хлебе и воде. Сегодня первая среда после поста, брат мой. Думаю, мэтр Клод сделает для вас исключение. Я думаю лишь о душе и стараюсь избегать мыслей об аппетитных вещах, которые меня окружают, и об ароматах, которые щекочут мне нос. И вы даже не завтракали? Нет, я готовил речь. Речь? Речь, которую я произнесу вечером в Святой Женевьеве. Мне пора. Аудитория не будет меня ждать. Нет, нет. Я уже неделю мечтаю поужинать с вами, а вы уходите. Хотя бы доешьте суп. Как вы называете вино, которым так никогда меня и не угостили? С запахом болота и с кусочками раков. Это вино собственного изготовления. Красное, бургундское, 1561 года. А тортирщик говорит, самое лучшее вино здесь. Хотел бы я посмотреть. Это легко устроить. Мэтр Клотт. Да? Принесите ваше бургундское, пожалуйста. Конечно. И поешьте немного. А то не сможете произнести речь. Цицерон сказал. Брат мой, на голодный желудок говорить непросто. Это слова Цицерона? Да. И Аристотеля тоже. Что скажите о запеченном карпе в подсолнечном масле, приправленном зеленью и луком? И луком? И с мелко нарубленной говядиной? Одну порцию жареного карпа. Только чтобы получить представление об этом. Чуть-чуть. Ну что? Интересно. Трудно сравнить с красным бургундским, но... Интересно. Бьюсь об заклад, вы не знаете, что это за вино? И какого оно года? Шико. Настоящий ценитель должен с первого же гладко распознать вино из Борда. Со второго его сорт. Ну а год с третьего. Ну что? Это бургундская выдержка, 24 года. Браво! Как говорит наша королева-мать. Ну а теперь сорт. Ничего не осталось. Я бы сказал... Короля такое вино недостойно. А вот принца вполне. К счастью, герцоганжуйского здесь нет. А то он схватил бы кинжал... А год? Год, клянусь вам, не угадать. Готовьте ваши денежки. Шико, братной. Вкус солнца не обманывает. 1564. Брависсимо. Мэтр Клотт, еще две бутылки. Ну а чему посвящена речь, дорогой мой брат? Мой брат. Союзу. 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 Союзу партистантов с настоящими патриотами. Союз. Уникальный союз. И тайный союз. Понимаешь? Начинаю понимать. Моя речь сегодня вечером предварит выступление руководителя союза. Но это и секрет. Раз это секрет.